Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Добрый день, уважаемые коллеги, Ваше Святейшество, уважаемые представители религиозных организаций России. Мы встречаемся в День народного единства. Поздравляю вас и всех граждан нашей страны, всех граждан России с этим праздником, который знаменует нашу общую сердечную преданность России, любовь к ней, сплочённость многонационального народа страны. И в годы испытаний, и при решении масштабной задачи развития это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования. Вы хорошо знаете, что истоки праздника уходят в глубину веков, к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну. Очистывая ее от распри, предательств, унижения, сплотившись, покончил со смутой, восстановил законную власть и нашу единую государственность. Такие ключевые этапы, когда люди разных национальностей и вероисповеданий объединялись ради спасения и блага Отечества, проходят красной чертой через всю российскую историю. Мы понимаем и чтим этот бесценный опыт наших предков, их традиции и их заветы. История нашей страны непрерывна, постоянный поток. Мы должны рассматривать ее в целом, со всеми, порой крайне сложными и даже противоречивыми периодами. Для государства, власти, общества, граждан крайне важны объективные, полные знания о нашем прошлом. И далеком прошлом, и близком, недавнем. Все здесь имеет значение. Особенно сегодня. А значит, растет запрос и на работу высокопрофессиональных историков, ученых, вузовских преподавателей, школьных учителей. При этом, хотел бы подчеркнуть, что недопустимо повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев нередко подгонялись под заданные шаблоны. Шаблоны вообще плохо, но в истории особенно плохо. Нечто подобное происходит и сейчас в некоторых странах на Западе, где многое определяет радикальная либеральная конъюнктура текущая. В угоду ей ключевые исторические события подаются в совершенно искаженном, перевернутом виде. А правда отменяется. Такое намеренно извращенное отношение к истории, вольное обращение с ней коверкает сознание людей, размывает ценности, подтачивает жизненную опору. Известно, что если у кого-то возникает стремление лишить государства суверенитета, а его граждан превратить в вассалов, начинают именно с перелицовки истории этой страны. С того, чтобы лишить людей их корней, обречь на беспамятство. Мы знаем, такие подходы, к сожалению, срабатывают и приводят к трагедиям народов. Подобные попытки были и в отношении России. Да, они не прекращаются. Но мы вовремя и твердо поставили им прочный заслон. Ведь отечественная история, культура – это база национальной идентичности, нашего менталитета, традиционных ценностей, воспитания подрастающих поколений и, что крайне важно, основа российской государственности. Наша позиция по сохранению исторической памяти, а значит, и своего суверенитета, вызывает у некоторых стран на Западе раздражение. Собственно говоря, так происходило на протяжении веков. Но и сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног. Сами эти попытки, разумеется, не способны изменить прошлое. Они обречены на провал. Решить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно. Однако дело чести государства, общества и, конечно же, историков – защитить и нашу подлинную историю, и наших героев, повышать качество исторического образования. Отмечу, что сейчас этот предмет изучают студенты всех вузов, а не только гуманитарных. Важно также грамотно и последовательно вести работу по историческому просвещению, начиная с семьи, детского сада и со школы. Уважаемые коллеги, вы, наверное, сами уже посмотрели. Да и я вот сейчас с молодыми людьми, с ребятами, с которыми встречался сегодня днём при возложении цветов к памятнику Минину Пожарскому. Мы сейчас тоже прошлись по этой выставке. И всё содержание этой выставки подтверждает точность и актуальность вывода Николая Михайловича Карамзина, что настоящее является следствием прошлого, прошедшего. На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в её внутренние дела. Ну, собственно, и в России пытались сделать то же самое. Но, к сожалению, на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически антироссию. Сия ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории, всё сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. И очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны. Вот сейчас посмотрели, в одном из залов на выставке как раз говорится о том, как профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада. Просто десятилетиями работали над этим на уровне научных центров, таких серьёзных, с хорошим финансированием. Столкновение с неонацистским режимом России, столкновение России с этим возникшим на территории Украины, неонацистским режимом было неизбежным. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, всё было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине, её так называемые друзья, Ситуацию на Украине, её так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это по характеру даже боевых действий. Просто удивительно, что там происходит. Вообще, как будто украинцев не существует. Бросают, как в топку, и всё. Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же всё ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние. Повторю, мы взяли на себя ответственность, чтобы не допустить куда более тяжёлой ситуации. Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки, о неизбежности нападения на Советский Союз оттягивалось принятие необходимых мер по обороне. И какой тяжелейшей ценой была завоёвана тогда победа над нацизмом. Да, сейчас тоже непросто. Трудно и горько ещё и от того, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идёт внутри одного народа. Так же, как это было после потрясения 1917 года. Людей снова стравили. Тогда иностранные державы грели руки на трагедии нашего народа. Им было плевать и на белых, и на красных. Они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наёмников, они абсолютно безжалостны к её гражданам. За их счёт продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направлены на ослабление, распад и уничтожение России. Вот эти усилия продолжаются. Они и лежат в основе тех событий, которые происходят на Украине. Мы никогда не позволим этого сделать. Будем защищать своё Отечество так же, как наши героические предки. Уважаемые коллеги, перед тем, как мы перейдём к беседе, хочу отметить, что в этом году Российское историческое общество отметило десятилетие своего воссоздания. Отрадно, что возлагавшиеся на него надежды, безусловно, оправдались. Все члены Российского исторического общества, среди которых крупнейшие академические институты, университеты, музеи, архивы, библиотеки и многие авторитетные историки, вносят весомый вклад в формирование общероссийской исторической культуры и популяризацию исторического знания. Значимую, полезную, востребованную работу ведёт и Российское военно-историческое общество, которое в этом году так же отметит десятилетие своего возрождения. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в деятельности этих организаций, за служение Отечеству. Ещё раз поздравляю вас всех с праздником. Благодарю вас за внимание.